Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь И сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях Нортек, польский производитель замороженных овощей и фруктов, ушел из Российской Федерации Российскую Федерацию нужно блокировать по всем фронтам с учетом того, что она творит, особенно в последнее время Когда, казалось бы, война пошла на спад, плешивый диктатор начал снова бомбить мирные города На телеграм-канале Балаганов вышло очень занимательное видео Где белорусский фашист признался, что он воюет на стороне Российской Федерации в Украине В Донецке и Луганске И этим он, по всей видимости, очень сильно гордится Пока он находится в отпуске, белорусы могут ему передавать привет На Украине был, а Гейлина? Значит, у нас Луганска с Донбассом Наши сегодня взяли лисичан А сейчас я покажу, что ты понимаешь, я еще белорус А ну По контракту работали Евросоюз готовит соглашение об импорте газа из Азербайджана Как вы понимаете, Евросоюз не собирается мириться с тем, что делает Россия Да, и они прекрасно понимают, что зависимость от Российской Федерации чревата самому Евросоюзу Поэтому они ищут альтернативные пути поставок газа и нефти В ближайшем будущем Путин останется один И его газ и нефть будет никому не нужна Диктаторы поставят на колени наши страны Лукашенко уже это сделал Посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан немедленно покинуть Украину И эта ситуация напоминает мне тот момент, когда Соединенные Штаты Америки вывозили своих послов из Украины И все говорили, зачем вы это делаете? Не будет войны А война началась С учетом того, что мы с вами знаем, ситуация будет явно накаляться Может быть даже до критических отметок Ну а это просто цифры По данным Росстата, в мае 22 года производство автомобилей в России рухнуло на 97% Автобусов на 77%, тепловозов на 63%, стекла на 61%, стиральных машин на 59%, холодильников на 58%, грузовых вагонов на 52%, электродвигателей на 50%, пассажирских вагонов на 40% А ведь Путин говорил, что он еще даже не начинал Как вы понимаете, как только он начнет, Россия больше не встанет с колен в ближайшие 10-15, а может быть и 20 лет В то время, когда этот неадекватный будет уже ближе к земле Кличерский сельхоз купил 16 фотографий синепалого диктатора, видимо, на похороны По 120 белорусских рублей И правильно сделали, потому что, судя по состоянию диктатора, скоро нужны будут эти фотографии, чтобы хоронить дурачка Пропаганда в школах, университетах и детских садах дает о себе знать Дети уже сами говорят о том, что их нужно заставлять работать, приучать к труду Данный вид работы, он воспитывает такое важное качество учащихся, как любовь к труду Детям очень нравится, они очень стараются, они большие молодцы Я считаю, что также дети начали понимать, как тяжело достаются деньги, что это действительно кропотливый труд Конечно, они становятся более бережливыми и еще с большим уважением относятся к чужому труду Понимаете, не развивать бизнес, не развивать IT-технологии и придумывать что-то новое А пахать на огороде Как в свое время делал это диктатор Ну, знаете, зачем умные люди в стране, если дурачками проще руководить? Дал мотыгу и в поле Кстати, россиянам от Соловьева тоже есть совет Мотыгу и в поле Видите, что в стране ситуация, когда пахать надо Вот как верховный главнокомандующий Как рабы на галерах Как святой Франциск, возделывающий свой надел Вот взяли мотыгу и идите мотыжить Вот надо просто пахать Много и тяжело Каждому на своем участке Чтобы у фронта было все, что ему надо Евросоюз не будет признавать паспорта, которые Россия выдает украинцам Но это очевидно Россия оккупант и оккупировала украинскую территорию Раздавая свои паспорта налево и направо Кто их будет признавать, кроме Северной Кореи и еще, может быть, Эритрии Хотя Эритрия не признала ни Донецкую, ни Луганскую республику Ну и новости белорусской стабильности Из-за санкций и отсутствия рынков сбыта Белорусские НПЗ сократили переработку в два раза Ну а Качанова тем временем заявляет, что мы живем в лучшей стране мира Нет такой страны на земном шаре, как Беларусь Где такая забота о людях, о женщинах Где поддержка государства и семей, воспитывающих детей, стоит на первом месте Качанова говорит из собственного опыта Государство так сильно ее поддерживает, так сильно ее любит, холит и лелеет Что она уже забыла, как живет простой человек Достаточно выйти на улицу и посмотреть, как живут белорусы А лучше зайти в магазин, в котором продают крашеную рыбу В прямом смысле слова В Лукашенковском бандостаге покрасили около 150 тонн рыбы И выдали ее за лосось Белорусам продали втридорога Ну а теперь идет разбирательство, так как никто не знал, что это делается А посадят простых работников Потому что они выполняли указ вышестоящего начальства Вот так выглядит Беларусь На Комаровке в Минске уже продается черешня не только из оккупированного Мариуполя Но и из оккупированного Крыма Сейчас лукашисты скажут, что это сорт черешни такой Даже если Лукашенко скажет, что да, действительно мы продаем Как он говорил, что да, действительно мы бомбим Лукашисты этого не признают Пока распоряжение не поступит Беларусь в одной строке С начала года в нашей стране топливо повышалось 18 раз И никого ничего не смущает, так как сейчас только седьмой месяц А уже 18 раз подорожание топлива Экономика растет Кстати, лукашисты признали, что ВВП в Беларуси упало на 4% С учетом того, что Лукашенко заявлял, что ВВП выросло на 3% 4 месяца назад можно сделать вывод, что за 4 месяца ВВП в Беларуси упало на 7% Как вам такой расклад? Путинские оккупанты ударили по Николаеву и попали в университет Они специально, целенаправленно бомбят инфраструктуру Школы, сады и университеты Ну, наверное, просто Путин не хочет, чтобы в Украине были более образованные люди, чем в России В России Путин сам уничтожает университеты без бомбежек До Украины дотянуться не может Поэтому и бомбит, я так думаю Ну и то, что вытворили оккупанты в Виннице, не пройдет бесследно ни для кого Ответит каждый От того, кто запускал ракеты До того, кто давал эти приказы И кто молчал, наблюдая за всем этим Каждый из этих мразей понесет ответственность Либо перед людьми, либо перед судом А потом перед людьми Как вы понимаете, людей никто не сможет остановить Людской суд придет за вами За каждым из вас И дай бог, чтобы эти люди пощадили ваши семьи Вы были на канале Реалия Беларусь И это были реальные новости Помните о политических заключенных? Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телеграм-канал И распространяйте наши ролики Среди знакомых и друзей Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!